Добрый день, друзья! Сегодня у меня тема, которую я бы хотел обозначить, это происхождение любви. Наверное, сразу придется оговориться, что я буду более размышлять, чем говорить какие-то прописные истины. И размышлять я буду в контексте психоанализа Фрейда. Потому что на самом деле много самых разных точек зрения на любовь, самые разные дискурсы пытаются осмыслить это понятие. Поэтому, конечно же, когда я буду сегодня говорить, то возможно у некоторых из вас появится какое-то несогласие, по крайней мере, с тем, что я говорю. Потому что точка зрения Фрейда на любовь, она несколько выбивается, так скажем, из общей колеи, потому что она, можно так сказать, обожественна. Такая аура у нее есть, очень романтичная, что-то такое очень, к чему прикасаться, собственно, нельзя. А несогласие может появиться лишь по той простой причине, что Фрейд считает, что любовь – это более позднее изобретение психики. И это именно изобретение психики. То есть это то, что было ей создано для того, чтобы справиться с какими-то другими влечениями. Вот мы сейчас поговорим с какими именно. Конечно же, Фрейд говорит, что любовь – это подразумевает такую градацию самых разных возможностей. Под любовью понимают самые разные вещи, особенно в русском языке. Любовью мы можем говорить, что я люблю человека, я люблю еду и так далее. В некоторых языках есть различения. Есть определенные названия для разных видов любви. Но продолжая мысль о том, что все-таки любовь – это изобретение, следует сказать, что изначально ребенок представляет собой такой просто кусочек плоти определенный, который не любит, который, можно сказать, даже не испытывает какой-то боли. То есть до того момента, когда к нему не подойдет взрослый. То есть как только к ребенку подходит взрослый, накормить ли его, переодеть ли его и так далее, вот тут уже начинается появляться, так скажем, психика, психическая дает о себе знать в отношениях с другим человеком. Когда ребенок вступает в взаимодействие с другим человеком, появляется психика. Так вот, Фрейд скажет, что по большей части ребенок, вступая в взаимоотношения с человеком, он испытывает, как правило, влечения, то есть психические какие-то у него есть импульсы. Они связаны прежде всего с агрессивностью и с сексуальностью. Как вы видите, любовью здесь как бы не пахнет. И именно с этими двумя влечениями связано, в принципе, рождение любви. С сексуальностью и с агрессивностью. На самом деле, то, как ребенок пытается справиться с сексуальными позывами, с агрессивными влечениями, да, это и дает возможность появиться любви на месте как раз вот этих вот влечений. Мы знаем, что в определенном возрасте, да, ребенок проходит так называемый эдипов период, да, он сталкивается с сексуальными чувствами по отношению к одному из родителей, да, как правило, это родители противоположного пола. Вот. И сталкиваясь с невозможностью реализовать свое сексуальное влечение по отношению к родителю, при этом желая остаться с этим родителем, да, ребенок создает совершенно новое для него чувство. Это чувство любовь. И как мы видим, любовь является таким компромиссным, что ли, образованием, реактивным образованием, да. То есть любовь связана с невозможностью реализовать сексуальное влечение. Что-то подобное происходит и с агрессивностью на самом деле. Потому что когда взрослый накладывает на ребенка запрет на проявление, да, агрессивности, то есть что-то происходит с его агрессивностью, она как-то модифицируется. Одним из самых ярких проявлений измененной агрессивности – это чувство вины. Так вот, любовь, которая появляется у ребенка по отношению к своим родителям, она является способом сохранить отношения с этими родителями, ввиду невозможностью удовлетворить, так скажем, сексуальные и агрессивные влечения. Грубо говоря, любовь – это, наверное, самая великая, так скажем, сублимация, которая вообще под силу человеческому существу. Ну, и интересно, Фрейд говорит о том, что когда сексуальное желание затихает, как раз это время для того, чтобы любить. Вот, потому что человеку не может постоянно поддерживать сексуальное желание. Таким образом, любовь, как вы видите, предстает как таким культурным, что ли, образованием, да, то есть определенным способом справиться с каким-то наплывом сексуальных агрессивных влечений. И, по сути, каждый из нас, каждый человек, да, каждый субъект – это вот тот способ, да, как он справляется со своими сексуальными влечениями, со своими агрессивными влечениями. И любовь – это один из таких способов, да, любовь, как сохранить связь с объектом. В то время, например, когда у нас нет возможности реализовывать сексуальное влечение с этим объектом и так далее. Там в каждом субъекту по-разному дается с этой любовью иметь дело, да, то есть создавать эту любовь, поддерживать как-то эту любовь и так далее. И самое главное, наверное, размышление над отчетом Фрейда содержится в его работе «Психология масс» и «Анализ я», где как раз он исследует то, как появляется любовь в человеческом существе. Наверное, следует сказать, что это не что-то свойственное человеку. Но любовь, да, приходит со временем, да, то есть человек, субъект, ребенок, он создает, да, любовь для того, чтобы сохранить связь с любимыми объектами, с теми объектами, от которых зависит его жизнь. Интересную фразу, да, Фрейд тоже говорит в одном из своих текстов, что ненависть, ненависть, да, или агрессивность, она все-таки древнее любви, древнее любви. Я как-то, по-моему, даже делал опрос в сториз. И, конечно же, здесь очень интересно поразмышлять о том, как связано наше тело, да, и наша психика. Что, по сути, изначально ребенок – это просто тело, да, это просто биологическое тело, это просто кусочек плоти. Но как при удовлетворении физиологических потребностей появляется психика, и в том числе то, что мы с вами именуем любовью, то, что так воспевается. Поэтому это, конечно, удивительный феномен, который происходит с каждым из нас, и которому, по сути, культура вообще обязана своим существованием. То есть, если бы не было любви, то вы можете себе представить, да, если бы у людей была прямая возможность реализовывать снесексуальные импульсы, агрессивное влечение, чтобы сегодня из себя представляло общество. Поэтому вот такой вот незатейливый взгляд у Фрейда на любовь, да, то есть хотелось бы пожелать всем любви и успеха в сублимации своих влечений.